...в каждом проекте показать, в первую очередь, художество, ярко, лично, личность и идеи, стараясь открывать все время новое имя. Не важно, потом они вспомнят, когда они вспомнят, мне очень важно, чтобы в каждой выставке появились новые люди, появились новые идеи, новые технологии. Сейчас, если на эти выставки тоже это присутствует, я все время стараюсь открывать новых людей. Да, аккуратор совмещает много проблем, это финансы, организационные, плач-поис, площадок и так далее. И везде за все надо платить, чтобы это отлично становится. И каждый аккуратор каким-то образом, интуицией, практикой решает эти вопросы. Ну и надо еще два проекта, я и свою практику использую. Это для меня был большой проект, под названием «Солнцеворот». Расшифровался мне так «Солярная символика для искусств и народа мира». Этот проект расуществовал 4 года, на больших площадках, в том числе у Григория Петтурга, на высшующее название «Солярная». И последний 4-й «Солнцеворот» состоялся в знаменитом оборудовательном центре, который сейчас уже не существует. Четыре зала, где ясно-кредоставлены абсолютно бесплатно, как я ищу, благодаря этим залам. Это был огромный проект, существуя более 60 художников. Из, я сейчас не помню, 8-ми, 10-ти стран. Это были из Америки, Африки, Болгарии, Германии, Украины, Гавруссии, России и так далее. Вот, и этот проект превратился в такой двух свой образный. Потому что, на самом деле, тема «Солярная темность», «Солярный символизм», который проходит через многие культуры, народу мира, в частности, и славянскую культуру. На самом деле, как по ним, протягивал очень многих артур. Вот, и это был, пожалуй, такой взлет интереса и в последнем полгарском центре. И уже пошел разговор в том, что я пропагандирую чуть ли не описание славянской культуры. И еще не призываю возврату в это такие археические славянские писатели. И пришлось этот проект со временем прекратить. Вот, на нем остались самые теплые воспоминания. Потому что, на нем были театр-радиционные представления на славянской культуре. Были целые артеатры, постановочные специально для этого проекта спектакли. И, например, на египетские темы, и связанные с египетской историей, связанные со славянской историей и так далее. И вот, мне кажется, этот проект с помощью евразийского Совета, это надо будет его поднять, повторить и развить эту тему. Ну и второй, у меня дальше проект, я еще, если есть время, это женский образ со временем искусства. Я, наверное, хотел бы, что, как бы, случайно, в Центральном директоре, когда я делал, по-моему, вагонистом ДУ, проект, который называли «Сильные альтернативы». В это время были какие-то проблемы, я сейчас не помню, политические. В России, в мире, вот у меня такая идея, как бы, сделать маркет этот проект, посвященный, мы открыли общественному марку, посвященный женскому дню и, как бы, альтернативой всеми культурности. А потом этот проект постепенно превратился в женский образ. Но название он носил самое разное. Например, проект «Нежнадство» в прошлом марке, в музее «Арк и город» носил название «Трансформация». Почему «Трансформация»? Мы проследили в этом проекте, как менялся образ женщины, и как он меняется до сих пор в современном мире, в современном мире. Под действием всех социальных факторов, факторов моды, факторов коммуникационных, интернет и так далее, мы следили и представили это в виде такого большого, выскочного проекта. Спасибо. Спасибо. Я вас уважаю, партия, поддерживая, что участвует в новом проекте женский образ. Спасибо апплодисменты. Спасибо. Нет. Я был на этих проектах. Это были увлекательные, замечательные и очень масштабные. Особенно артепо в зале было совершенно потрясающе. Просим вас, Наталья Гарбер, делала записи. Я чувствую, что мы его совершенно не считаем оригинальные. Нет, я не слышу, я не слышу. Да, у меня пятый выпуск есть, в три будет мастер-класс по галерею художнику, в основе технического родила, а в 17.30 будет уже с собой мастер-класс по галерею художнику. Значит, чтобы вам объяснить, что это такое, что это такое, я буду прямо сейчас. Да, 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 да. Ну, видать, у меня сейчас поживых слов, связанных с тем конфликтами, с тем тиснением, с тем проблемами, которые для нас связаны с теми фурагерством. И мы попробуем сделать из этого, для этих выпускных сюжетов, и будет хорошим. Кидайте. Прям можно, не руль, а в самом деле, я вас видела все. Так, где у вас? Начни. Дизайн? А в чем есть конфликт? В заказчик. В фураграфе. Ой, верю. Радиар. Так, давайте. Денег мало. Так. Я думаю, что они получили, что они получили, но... Чай. Зрители. Спасибо, зрители. О, любимые песни. Я думаю, что они не смотрят. Так. Инкуренция. Инкуренция. Нет полицанера. Современность. Нет полицанера. В чем продемонстрирует? В чем продемонстрирует? В чем продемонстрирует? В чем продемонстрирует? Почему продемонстрирует? А как сделать Remen? А я думаю, что это достаточно проблем для пяти минут. Достаточно вам наброшали. Да, 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 да. Я думаю, что один как это сказано, что эта рубль сделана за декабрики, это стоит безумно дорого, потому что это дизайн. Вот дизайн – это такая разница между той проволокой, с которой я осветила, и тем штормом, которая получилась. Смыслы. Дорогая вещь – бюрократия. Это действительно конфликтная вещь. Бюрократия в том смысле кто-то скинул бюрократию. Да, бюрократия в том смысле? Бюрократия в том смысле? А, что у нас? У нас неподдержанная. У нас неподдержанная. Плагиат, на самом деле. Выкидали, да? Нет, выкидали. Плагиат, действительно, это лучшая форма. Не что-то действительно купить клипик, а есть картинная запяна, да, где я понимаю, о чем у меня говорят. Мы его цитируем. Так вот, да? У меня говорят, что я нарисовал на тему благорода. Это уже шкала, просто ехать, просто лайкними еще раз. Ответ ни за что. Потому что, как я говорю, русские, они только зашли много раз, а с них поверили в одном и оригинале. В том смысле, картина в одном и оригинале. Иначе мы пропали, ребята. Значит, «Мам денег» — это история очень важной части игры, Куратовской выросла найти целевую историю. Я вот здесь выходила, поснимала какие-то, например, художников, и я вижу, иногда это просто фотография барышни, там, висит от такой страны. Виктория. Я думаю, окей, это история похож на женщину. Здесь есть там тема женских вопросов. Молодая речь. Что-то молодая речь. Как бы у вас бюро веков. У нас у коллегинцев и так далее. Это тема, которую можно выворачивать. И если вы нашли эту молодую речь, которая хотят, чтобы не было мнений и образ, то у вас есть целевая аудитория, где ценуется больше. Потому что вы на книге людей, которые за вас обладают очень часто в культурном проекте. И вот еще есть. Я сделаю гениальную речь. Давайте найдем кого-нибудь, кто будет платить, чтобы я сделала это дальше. Как бы сказать? Где тебе пожить все эти? Ну, чтобы меня любят, меня слушают, знаете, и теперь просто купят. Купят. И вы просто уложите, и вы просто делали власть. История про пассивные защитителя это тоже очень важная история. Знаете, вот, все женщины знают, а сына все мужчины тоже знают. Он ускорит на такую пассивную, то есть на такую пассивную, они не могут ходить о страшных и так далее. То есть походу подходишь и попадаешь в какую-то значимую тему. И в русло такой активным. Понимаете, она сыграла? Ты попал в его тему. У него был запрос, ты ответил. Если вы не ответили на запрос, если выбрал эту историю, то это неинтересно. Возможно, чтобы это гениально. Понимаете, да? Молодец, это не могут это съесть. Вы принесли молодых девушек, а они приступят в сфорные панели. Ну, как бы ни с чем. Понимаете? Да, это не мастерская аудитория. Если вы принесли их нечто массовое, что обычно не саморажинально, но я думаю, что на большую риторию как барбас, а дальше называется, и отдали это в рейтм, это было такое, как в рейтм, они не понимают, на чем вы говорите. Если вы принесли вчера и продали это дешево, то нельзя только с ума не сдавать. Третий вариант. Конкуренция. Конкуренция, можно запомнить о меня речь, это просто о бальцах. В принципе, вот здесь вот прям про гатор, я вижу какие-то очень простые вещи. Есть здесь вещи, которые и тебе про волна, и тебе про мусорные мысли, и тебе про спереди то, и тебе по себе делай все, и все. Хочешь сказать, что ты хочешь сказать. Понятно? Там он набрал меня, как всегда, скалаш, называется, тысяча лета, о чем он хочет, чтобы произвести на меня в 4 лет. Давай как можно все это и объяснить, о чем ты сам. Если мы выйдем о чем ты сам, я скажу, кому это будет интересно, такая бумага, как она, как можно сделать историю, чтобы она в первую очередь волновала, и туда. А если мы можем поставить, и сказать, что у нас лучше всего. И примерно, как раз, когда мы продолжаем, нам очень сложно сделать. История, он не в коррекционеров, на самом деле, это совершенно правая. Вообще-то, редкий случай, когда они сложные, что это на шрифтах, есть такое там, шрифтах и так далее, но это отдельный пик, который должен быть уже мастером права и так далее. С нормой вообще-то, люди структурные, держат, и это интерьер. То есть, подпромышленный интерьер, можно будет, сколько у нас все лет, это здание, в котором, просто классно, было немного смартфон. Здесь все нажат. Сколько у нас, вообще, там больше, при любой степени, если есть способность населения, которое действительно, действительно, приобретает, 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 да. И последнее, это взгляд современно. Ну, вообще-то, оно уже современно, потому что, это все, это все нахищает. во-первых, это все современники, и, ну, ну, что-то, во-вторых, все нахищает, но, первая роман по продаже, за ваши современники, когда это оценили. Поэтому, если честная история, то есть, потом, это все можно собрать. Ключевая история, роман, портон, салат. А вам, это история про то, что дано. Вот есть романи, и сами, если мы тут другим, если нет. Что рассказал мой? Ищите тех, которые, это тоже умное. О чем, чтобы именно эту тему сказать? Оригинального, пусть лагиарского. Спасибо, спасибо. Я буду, верно, рада видеть, на самом деле, 5 часа, 17.30, где у нас будет 2 часа, а то, что мы сделали, за 15 идей, вас ожидается. Спасибо, спасибо, Наталья. Несмотря на ваш быстрый темп передачи информации, вам, конечно, не хватило, у меня уже там 6,7 минут, но были очень смелые идеи, замечательные, и одна из идей, я хочу, так сказать, донести, просто, до зрителей, и до вас. Значит, должна быть драматургия выставки. Вот, что я понял из вашего выступления. Должна быть драматургия выставки, то есть, это, это конфликт в начале, это апофеоз, это катарсис в конце, то есть, вот это вот момент. Ну, видите, все, мы все поняли, поняли главные мысли. Ну, а сейчас, я с замиранием сердца представляю микрофон Виктору Николаевичу Прусову, замечательному, действительно, четырежды академик различных академий, а творческих союзов, где он? Четыре. Я думаю, да. Четыре. Да, я не понимаю. Пожалуйста, нот, нот, постарайтесь, пять, ну, для вас шесть. Давайте. Вообще цель России классическая космическая. Хорошо. Время пошло. 40 минут. Я буду говорить о тех мероприятиях, где я буду. Алилуйя. Я буду говорить о тех мероприятиях, которые я организовывал, как председатель, так сказать, о комитетах. Поэтому слово «курата» это, как бы, ну, одна, ну, двадцатая часть того, что мне приходилось делать. То есть разошли. Понятно, разошли. Значит, в чем? Значит, в 1987 году в Монеже, у нас, в Москве была выставка реализована всех творческих союзов. Это был единственный случай за всю историю СССР за последние десять лет, или семьдесят лет. И я там был организатором группы по проектированию города будущего. Один из проектов их там украли, между прочим. Так, дальше. С 2000 по 2010 год была объявлена культура мира Организация Объединенных Наций. И, как, голос? Есть ли что? Есть ли что? Чем дальше? Ну, так? Ну, так лучше? Ну, так лучше, да. Так вот, в рамках этой международной программы меня укрепила международная организация Вербургия Международная Академия и Духовная Академия председателем по проведению международных адресов по маршруту Москва, Минск и Ялт. Там участвовали председатели по десяти государств. Председатели всей Западной Европы, Индии, Канады и так далее. Значит, смысл этого был подведение культуры всей цивилизации как минимум за двадцать тысячи лет. И вот здесь слева каменный рельеф так и называется культура земли наших народов за двадцать тысячелетий. Это реальная сделанная работа. А вот сверху реконструкция Центрального Дома Кухожников это проект, по сути, духовный центр города Будучка. Башня там стоит. Это история человечества тридста шестьдесят пять метров высотой. Все остальное подобное количество для детей Время жилья. И это второе мероприятие было грандиозное. Повторяю, это был движущий маршрут, боевая группа выдающихся профессоров, академиков, разных отраслей, космисты, философы, ученые, художники, мюзиканты, архитекторы, особенно, повторяю, и художники. Это абсолютно реально. У нас есть четыре сборника материалов этих конгрессов. Это второе. Сколько там времени прошло? Третье. В 2010 году вместе с вице-президентом Академии архитектуры и строительных наук с вице-президентом Хайпом я был организован в Академии архитектуры выставил конференцию на тему «Новерщая архитектура в биологии и архологии». Это супер было мероприятие, очень интересное. Материалы у меня по этой выставке конференции это третий пункт, теперь четвертый пункт. чем я сейчас практически занимался и подготавливаю. Темой городов поющего единственная группа была мощная НЕР НЕР у нас в СССР еще новое имя переселения возглавляла группу в слове сведущихся архитектур «Лежавый». «Лежавый» еще живой, старенький. Вот все проекты, которые делала эта группа системы «Лежавый»